Всем привет! В эфире молодежный проект «Новая смена» 4 выпуск. И ведем его мы, Кристина Крюгер и Александр Иванов. Еще чуть-чуть и весна скажет «Я пришла». Но прежде чем попрощаться с зимой, вспомним самые яркие моменты конца февраля. Поехали! Жуй блины, встречай весну! Народные гуляния, поедание вкусняшек и не только. Все это происходит, когда празднуется один из любимейших русских праздников. Не забудь про сжигание чучела. Тут главное, понимаешь, пожарную безопасность соблюдать. Безусловно. Как прошел праздник на лыжной базе в Новожилово, нам расскажут Катя Зевзеева и Настя Бутузова. Масленица, блины, чучела, песни, пляски – все это ее основные символы. И какая же масленица без конкурсов, например… Конкурс «Девочка весна», потому что ребята постарались и предоставили не только костюм девочке, но и с семьями выходили в праздничных масленичных костюмах. Действительно, масленица – семейный праздник. Мамы, папы и их дети путешествуют по станциям, за участие в которых получают конфеты и жетоны, которые можно обменять на вкусные горячие блинчики. Семью могут связывать не только кровные узы, но и общее дело – волонтерство. Волонтеры – одни из главных помощников этого мероприятия, ведь именно они проводят конкурсы, объясняют правила и следят за честной борьбой. Ну, самое смешное – это было то, что вот женщина победила мужчина в этом соревновании. Самый яркий момент, когда дети берут и борются за конфеты. Когда им уже не нужны никакие жетоны, и они просто хотят конфеты. Это круто! Кто сказал, что женщины слабый пал? Каждый день человек открывает для себя что-то новое. Вот вы знали, что когда камера записывает, у нее горит красный огонечек. Вот и мы узнали об этом. Екатерина Зибзеева, Анастасия Бутузова, Степан Некрасов. Новая смена! Но не блинами едиными жили горожане в конце февраля. 23 февраля отмечался самый мужской праздник. Кстати, Саша, тебя как будущего защитника Отечества хочу поздравить с прошедшим праздником. Спасибо, а подарок-то будет? Да, конечно, держи. Ой, носки 31 размера, но у меня же 27. Ну, значит, на вырост. Спасибо, Кристина. Вернемся к празднику. В Новожилово состоялась гонка героев. Суровые испытания на силу и выносливость собрали десятки любителей активного отдыха. Кстати, среди них были не только мужественные парни, но и девушки. Что предстояло пройти участникам и кто взял пальму первенства, расскажет Полина Мышкевич и Настя Гордеева. Надеюсь, Кристина, победителей-то не носками награждали. Два, три! Сейчас снимай, набежим! Спотевшая, уставшая, измученная. Такой была молодежь 23 февраля. Что не сделаешь ради победы в гонке героев. И стрелять будешь, и бег с препятствиями осилишь, и по снегу проползешь, и даже бреснешь знаниями по военной тематике. Лишь бы победа стала твоя. Но, несмотря на усталость, позитив и улыбка их не покидают. Такие мероприятия созданы для того, чтобы люди почувствовали, на что они способны, да. И подготовили возможность о карме, да, или каким-нибудь еще более высоким соревнованиям, да. Что-то не подумали? Да, что я так люблю. В футболке идти, чтобы ползти по снегу, прям ползти. Вот и мы решили преодолеть эту жаркую трассу длиной 3 километра. Не стоять же на морозе. Минус 23 – это вам не шуточки. Мероприятие проводится, для нас это опыт первый, впервые. Мы решили отойти от традиций концертов, различных праздничных, торжественных мероприятий и перейти к более активной части. 70 участников – жесткая борьба. А кто же выиграл? Во взрослой лиге победу одержала команда «Ависмы», а в юношеской – Березняковского техникума профессиональных технологий. Ну а проверили себя на стойкость. Настя Гордеева, Полина Мышкевич, новая смена. Что ж, праздник отгремел, но мы решили понять военную тематику еще раз. Вот ты, например, Саша, знаешь какие-нибудь армейские поговорки? Конечно, солдат спит, служба идет, кто в армии служил в цирке не смеется, ну и война войной, а обед по расписанию. Отлично, к службе в армии годен. А что знают горожане о службе в армии, расскажут наши боевые подруги Настя Хайкина и Катя Зебзеева. Катя, ты закимировала себя как мастер опросов, а ты можешь мне тоже показать, я тоже хочу поучаствовать. Блин, ну это круто так-то, что ты хочешь тоже сделать опрос, а не все же делать мне. Так что я тебе покажу, все ему научу, расскажу свои секретики. Смотри, маленькая девушка, наверное, она тоже знает, что они продают в старте в Кавиле. Привет. Здравствуйте. Можно бы тебе задать им пару вопросов? Ну, можно. Так, начиная с того, что ты должна задать самый главный вопрос и вывести на диалог. Давай, а что ты знаешь о 23 феверля? Ну, то, что мы поздравляем мужчин. Так, а кто старше, мне тут интересно, старшина или прапорщик? Я не знаю. Почему ты знаешь такие вопросы? Это же ребенок, как она будет про это знать? Ты посмотри, кто здесь, теперь я. А кто старше, старшина или прапорщик? Прапорщик. Прапорщик. Нет, старшина. Так. Прапорщик. Уверена? Да. Правильно, молодец. Чего так мало вопросов? Про праздник, про портянки, ну как так-то? Как у нас пройдет к вам вопросы. Кто такой Кутузов? Ой, да, генерал. А в какую войну он участвовал? Отечественная война 1812 года. Ты там поучаствуй тоже, давай, следующий твой. Я просто стесняюсь. Эй, парень, привет. Я за тобой бегу. Кто старше по званию, старшина или прапорщик? Прапорщик. Круто. Три из пяти. Или два из пяти. Ты ему понравилась, он тебе подменнул. Нет. Ну, ты попался. Презник. Не, можно. Не, можно я уйду? А ты старшина или прапорщик? Кто? Старшина или прапорщик старшин? По званию. Не знаю. Ну, вот мы сейчас тебя подготовим, и ты будешь там просто... Не, можно, меня не надо. Ты знаешь, что ты можешь? Да, выкиньки. Ты скажи, ты знаешь, что тебе предстоит? Пожалуйста. Я вас запомнила. Я не добавлю вас в друзья, когда стану знаменитой. Я не стану знаменитой. Как выяснилось, не все так плохо со знанием военной тематики. У Насти Хайкина и Кати Зебзеевой. Да и у них тоже. Эх, зима уже почти закончилась. Сколько ярких событий она нам подарила. Да ладно, дальше только веселее. Ага, подготовка и сдача ЕГЭ. То еще веселье. Обхохочешься. Отвлекись от школьной программы. Вот лучше послушай, какие интересные события ожидают молодежь в начале весны. Я подготовил анонс мероприятий, достойных вашего внимания. Уважаемые знатоки, внимание. Стартует первый тур городской игры «Что, где, когда». Пораскинуть мозгами и показать свои интеллектуальные способности смогут не только школьники, но и студенты, а также рабочая молодежь города. Все по стандарту. Одна минута на размышления, куча версий и лишь один правильный вариант ответа. Любители подобного рода интеллектуальных игр смогут посоревноваться 9 марта. Ребята, достигшие 14 лет, сделают первый шаг во взрослую жизнь. Если вы не поняли, о чем я, то поясню. В Молодежном культурно-досуговом центре будет проходить торжественное вручение паспортов. Что уж таить, мероприятие волнительно не только для детей, но и для родителей. Ведь получение паспорта – это не в магазин сходить. Похвала и гордость со стороны родителей будут ждать ребят 16 марта. Фотографировать – это здорово, а с семьей – еще лучше. 20 марта в 18.00 в Молодежном культурно-досуговом центре пройдет награждение молодых семей, принявших участие в городском семейном фотоконкурсе. Да победит сильнейший, как говорится. Любители повозиться с реагентами и всякими склянками – берите новость на заметку. В Березняках пройдет конкурс профессионального мастерства по профессии лаборант. Вы в школе хорошо учили физику, биологию или химию? Тогда берите ноги в руки и опробуйте себя 22 марта. Как говорил Марк Твен, самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет – это поехать с ним путешествовать. Вот и мероприятие в тему. 24 марта студенты и рабочая молодежь смогут принять участие в зимнем туристическом слете. И не важно, что конец марта, все равно он зимний. Море эмоций, экстрима и позитива входят в программу слета. Сделаю подсказку – готовьте соображалку и ловкие руки. Анонс самых интересных событий марта подготовил Александр Иванов. Ну вот, вроде отстрелялись. На этом все. Вы смотрели молодежный проект «Новая смена». Программу провели Кристина Крюгер и Александр Иванов. Кстати, Саша, а что ты подаришь мне на 8 марта? Напольные весы, Кристина. Что? До новых встреч. Увидимся в марте.